И снова здравствуйте, всем привет! Итак, еще одного персонажа давайте сделаем, это будет Эко. Ну, я думаю, вот эти текстуры именно вот с этой картинки возьму, потому что вот сколько ищу, но маленького, ну как, молодой ребенок, короче, Эко, очень мало по нему там моментов, и даже если это все дело брать, он всегда как-то в темных тонах, где-то в темноте. Единственное, что там возле кафешки они, когда с этим, как с Палмер, там чуть-чуть говорят, там еще можно взять эти кадры. Ну, а так вот, вот этого, я думаю, будет достаточно. Лепить вот именно вот такие вот референции очень хороши. Почему? Потому что видно именно бок, видно скулу, и видно, ну, в принципе, все, что надо, видно, да. Так, тут будем, буду использовать другую болванку, которую я уже показывал, да. Так, с нее вот эта болванка, вот с нее это дело все, значит, и вылепим. Так, давайте теперь посмотрим, порисуем опять же, как это все дело, значит, выглядит. Смотрите, линия, значит, у него бровей, линия у него верха глаз, линия низа глаз, нос у него именно афроамериканский, и губы, смотрите, значит, губы уходят вот куда за нос, да. Тоже тут нарисуем, губы у него толстые, подбородок у него ширина, значит, губ и подбородок одинаковые, и, в принципе, верхняя губа тоже, ну, плюс-минус, да, чуть-чуть меньше, чем вот тут это вот все расстояние. Ну, и получается, так, линия у него волос, распедалили, и смотрите, как будем строить, значит, нашу лепку. Вот где нос, берем вот эту часть, переносит, и рисуем вот он, видите, у нас здесь получается овал. Вот с этого овала и начнем. Так, тут у нас вписывается овал, тут вписывается тоже овал, и смотрим еще по линии, да. Ну, в принципе, что, вот такой, значит, план, округляем вот эту часть, делим все это дело, как положено, по симметрии, значит, потолок головы у него, короче, все это у него овальное, ну, ничего сложного. Осталось теперь, это несложное, значит, все закрепить на этой болванке. Погнали. Так, что у нас получается? Так, видите, да, в принципе, вот эта болванка уже подходит для этого персонажа. Так, нам нужно, первое, что это, значит, выгладить низ подбородка, нижнюю вот эту часть. Все, округлили, в принципе, похожа. Теперь, что нам нужно сделать? Вот единственное, что у этой модели, я ее когда-нибудь все-таки переделаю, вот эту шею нужно переделать, и, короче, получается, черепок тоже нужно, вот это вот дело неправильное. Слишком она, значит, не туда смотрит, но это я сейчас все уплотню, все это дело уберем. Поднимаем часть вот этого, значит, подбородка. В принципе, видите, уже напоминает, да? Так, смотрим по ушам, уши попадают у него по носу, я вот это ухо сейчас чуть-чуть еще выше подниму, вот так. Он лопоухий, модель лопоухая. Что еще? Значит, скулы чуть-чуть разведем. Так, включим симметрию, забыл. Так, теперь набросаем без клэя, значит, нос. Просто массы на собачьем. И видите, где вот острие идет, тут нужно просто сгладить. Просто грубовато так раз, набросаем, вот где-то в таком духе. Так, теперь, что у нас получается? Нам нужно сделать подрезку. Подрезка, видите, идет по носу. Сейчас я вам нарисую. Вот она, раз. Да что-то переключается. Прям вот Эпик Пен хорошо, быстро почему-то переключается на толстую линию. Видите, у него ровный нос. Вот эта часть у него ровная. Здесь у него получается по носу тоже ровно. И доходит до середины вот этой нашей складки. Нос имеет форму, повторюсь, афроамериканца. Губы, тиды, тиды, все, короче, совпадает. Все нормально. Так. Погнали, теперь порисуем. Вот, намечаем этот нос. Вот такая у него линия. Все это сейчас еще уплотним. Теперь у нас уходит подрез, значит, на глаз. Вот сюда. Следом. Здесь будет у него глаз. Большая, значит, у него часть вот этой дуги. Ровная, да? И уходит опять на нос. Так, здесь у нас еще полоса. Вот эта полоса, это у нас, значит, от носа отходит мышца. Вот эта вот часть. Так. Немножко корректируем нос. Так, теперь по губам. Рисуем полосу. Это будет у него рот. Ну, согласитесь, что это уже, в принципе, этакая есть. Теперь я сразу сделаю в это, вдавлю вот эти части, где у него должны быть глаза. Опять же, рекомендую, повторяю, что лучше работать всегда тут в Скульпте Советского Шестого под углами. Не бойтесь где-то взять больше, вдавить больше, потому что, ну, ошибок не будет. Это единственная программа, в которой я считаю, что накосячить, но это надо постараться. Так, глаза у него большие, поэтому, смотрите, внимательно смотрим на рев, опять включилась на большую, смотрите, отмечаем глаза и понимаем, что у нас глаза должны доходить аж вот до сюда. Надо тянуть и делать больше их, да? Так, еще как вот можно лепить? Если вы здесь все нарисуете, вот кисточкой, да, то вам будет просто нужно по этому рисунку все это дело делать. Допустим, ну, вот у нас получается здесь бровь, да, но это надо сейчас заново, так, переносится. Здесь у нас, значит, идет, аккуратно рисуем бровь, ну, где-то так. Здесь у него идет впадина, век у него, в принципе, я веки сейчас делать не буду, видите, у него, веки я добавлю уже в блендер. Так, затем у него уходит вот эта часть, здесь мышца, которая уходит от носа, мы ее сейчас тоже продлим, сделаем. Губы можно лепить вот таким вот образом. Мы их рисуем. Поровней. Так, и, значит, нижняя губа, тададам, что-то такое, и рисуем, намечаем подбородок. Ну, вот это все по этому делу, значит, можно пролепить, ну, если вам так будет удобнее, допустим, разграничения где-то сделать, вот эти вот. И тогда вам, надеюсь, будет легче. Так, ну, я буду по старинке. Так, теперь, значит, добавлю я дивайдов. Смотрите, у него голова, но это неправильное, да? Больше ставим кисточку, и, значит, все это дело уменьшаем. Вот этого затылка, таков, в принципе, на черепушке не может быть, потому что это, ну, только или японская мультипликация, ну, или где-нибудь этот, как его называют, в каком-нибудь племени вытягивали черепа. Что-то в этом духе. Так, теперь мы это все дело можем флаттеном поменьше интенсивности поставить, и флаттеном все это дело доработать, допустим, где-то шифтом убрать вот эту стыковую полосу. Ну, как-то так-то. Сначала можно делать грубовато. Так, вот, наверное, у меня все-таки за Epic Pen вот этого немножко идет подвисание. Советуйте, значит, многие зайти в этот, как вам, Unreal, да? Ну, там у меня вообще комп закипит. Так, теперь, что мы ему добавим? Мы ему добавим щеки. Вот. Потому что у пацана прям такие надутые щеки. Мы их выведем вперед. И сейчас я вам покажу особенность, значит, вот этих всех персонажей. Ну, кто лепил, тот, значит, поймет, что у него, у всех персонажей одинаковые уши, да? Заметили, что форма ушей одинаковая. Лепятся они тоже одинаково. Так, щеки уходят вперед. Так, здесь у него, смотрите, тоже вот это дело сглаживаем. Отбиваем, значит, нижнюю челюсть. Вот. И челюсть вот эту опускаем квадратно вниз. Так, вот как-то так-то он должен выглядеть. Так, чуть-чуть на щеки поддавим. И сверху мы их еще чуть-чуть выдавим вперед. Так, есть такое дело. Здесь теперь можно не делать вот эту надрезку. Ну, в принципе, как. Вот, где нос, здесь идет у него губа, да? Вы видите, что она не отбита. У него получается вот эта губа. Сейчас мы ее пролепим сначала, а потом я вам покажу, как ее вытянуть. Накидываем, значит, вот эти губы и нижнюю губу накидываем. Следом можно накидать, значит, полностью вот этот верх. Вот. Вот такая штука. И вот эту штуку, значит, опа! Вытягиваем нос, отбиваем губы, значит, чуть-чуть здесь опускаем вниз. Вот как-то так-то. Теперь кисточку чуть поменьше и, значит, по старому принципу делаем вот такое, как бы, выравнивание, да? Вот, уже что-то получилось. Выравниваем нашу вот эту часть, значит, губ. И смотрите, что вот эта часть, сейчас, вот эта часть, где идет вот эта вот мышца, от носа она идет вот так, да? И идет к губе. Здесь вот за счет этого получается вот этот бугорок. Здесь как бы идет вмятина, но у него, вот, смотрите, все тут идет к губе. Значит, здесь все правильно у нас. Вот эти линии щека, скула. Вот эта, ну, вот эта вот часть, видите, она у него маленькая. Она, в принципе, отсутствует. Значит, нам нужно до нее подобраться и, значит, выровнять вот эту часть. Так, вот эту часть мы выравниваем. Оставляем только скос под глазом, провоем, и все уходит к первой, ну, к губе вот сюда. За счет этого тогда получится ровный опять вот этот скос. А здесь вот мы чуть-чуть загладим вот эту часть вот, которая идет к губе. Так, смотрим. Так. Теперь верхнюю часть, вот эту шкулу еще приподнимем. Так, здесь у нас что, височная часть, но, в принципе, височную я попал чуть-чуть. Сейчас мы ее еще... У детей она, значит, голова-то больше, чем у взрослых. Она потом вытягивается. Но височную часть всегда нужно отбивать. Так, вот здесь все заглаживаем и уходим от уха в щеке. Во! Так, теперь вот видите, что отблеск хорошо. На глине видно, что здесь вот эта белая часть, то ее нужно тоже выгладить. Во! Так, есть такой... Теперь, чтобы он был узнаваем, нужно ему добавить подбородок. Так, подбородок добавлен. И от подбородка, что у нас... Так, здесь вот шишки добавляем такие по губе. Ага, и уходим, оп! Видите, как вот вниз выглаживаем. Добавляем здесь припухлость возле губы. Нормально. Угу. Так, в принципе, теперь что нам понадобится? Нам понадобится флатен. Флатеном мы отбиваем подбородок, делаем его как вот у него, такой острый, да? И здесь чуть-чуть ее выравниваем. Шифтом вниз можно подгладить под челюстью. Так, глаза. Глаза мы делаем побольше. Как рисовали, да? Так, и пошире. И, значит, вперед сюда тоже засобачиваем. Следом ставим кисточку Drive. И вот эту часть нам нужно полностью углубить. Так, углубляем. Теперь что у нас получается? Нужно подрезочку здесь сделать, чтобы не залезть никуда. И, значит, по векам вот эту часть чуть выравниваем, да? Вот так. Ну, теперь нужно эти глаза вытянуть вперед. Видите, сверху у нее неправильный вид. Это получается кисточку делаем больше. И вот этот вот века полностью вытягиваем вперед. Вот, вот. Так, по носу теперь. Так, еще, значит, давайте вот чуть-чуть вытянем. Ага. Все, глаз вроде бы намечен века. Теперь у нас получается, опять же, идет наметка вот этой части отбивка. Чуть-чуть можно, конечно, века отбить вот таким вот образом. Чуть выгладить. Ну, чтобы у нас была вот эта вот впадина. Так, теперь проводим кисточкой здесь вот так полосу. Так, 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 так. Теперь лицо у него, видите, в принципе, правильно. Ну, можно чуть-чуть, значит, увеличить. И бошку мы чуть-чуть все-таки вдавим еще. Вот. И, наверное, ее будет нужно еще уменьшать. Ну, в принципе, для дитя пойдет такая штука пока. Теперь чуть-чуть мы ее еще немножко выгладим. Лоб. Вот, опять же, у всех персонажей у них ровный лоб с уклоном, да? Дорисуем, значит, эти бровные дуги. И от этих дуг опять сделаем выравнивание. Так, и остроту здесь вот в височной части. Так, есть такое дело. Глаза большие. В смысле, похоже, все похоже. Так, височная часть похожа. А теперь шкула. Немножко добавим здесь вот шкулы. И чуть-чуть выгладим. Так. Шея, шея, шея. Подбородок чуть-чуть можно все-таки вытащить. Чуть-чуть, потому что у детей он сильно не выпирает. Ну, а дальше доработка, значит, у нас надрезкой. Так, подрезка губ. Вот здесь вот уже у нас часть, которую нужно добавить в губу. Полосу, видите? Вот так. А вот эту часть, сейчас мы ее перекроем. Выбираем. И вот так вот все. Делаем это. Заглаживаем, заглаживаем под углами. Крутим, вертим, чтобы у нас получилась вот такая вот с оттенком шишечка. Губы тоже чуть-чуть выравниваем. Меняем сетку. Так. Теперь эта губа чуть-чуть у нас должна надуться. А эта часть чуть-чуть вмяться. Так. Добавим теперь немножко массы, где вот этот переход у нас губы. Вот. Вот на этот, видите, здесь. Так, где она? Вот так она должна быть. А здесь уже получается как бы вот наплыв сюда идет. Это наплыв, а это как бы вмятина вот такая. И здесь вот так вот она вминается, а здесь вот идет уже основная вот эта мышца. Здесь идет кость, которая вот эту шишку создает наплыв на вот эту часть губы. Вот он. Так. Смотрим. Выбираем теперь, значит, нашу кисточку, вот этот граб. И натягиваем, чтобы у нас, видите, не было вот этого квадратного перехода. Так. Под углом все это дело шлифуем. Ухо, в принципе, похоже. Так. Вот единственное, что мне не нравится, это вот эта вот шея у этой болванки. Это шиздец какой-то. Нужно будет как-то ей заняться и переделать ее более, чтобы она приятнее была. Так. Еще немножко. Опа. Наддувку даем. Все там. Так, 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 так. Здесь у нас что? Подрезка, уход. Над глазом подрезка. Сглазу не шифтом. Все, появилась спадина. Так, теперь. И приподнимем, значит, еще вот эту вот нашу часть. Пройдемся, сделаем квадратный нос. Здесь вот у нас, видите, маленькая слишком глубина над носом. Мы ее еще немножко вдавим. И желательно это делать кисточкой, вот эту кризом, да? Как это делается? Делаем двойной надрез. Вот. Два надреза. И подрезку вот этот прямоугольник просто проводим. Рисуем его. Все. Нос опускается. И ниже, ниже, ниже вот эту вот линию еще проводим, проводим, проводим. И вот все. Все. Теперь глубина носа у нас есть. Вот она. Видите, насколько опустилась. Так. Так, веки потом добавятся. Что еще? Здесь вот у нас большой переход округлости. Шифтом выглаживаем. Здесь у нас значит углубление под нос. Треугольник должен получиться вот такой. И от этого треугольника еще один треугольник. Вот. Ну и ровную подрезку все теперь выглаживаем. Так. Листочку поменьше и слезный канал чуть-чуть вдавливаем. Теперь внутри порисуем немножко, чтобы у нас спадина была хорошая, округленная, чтобы ее можно было видеть. Вот она. Теперь нужно добавить вот эту вот полоску, переход. И клейм, наверное, вот так вот добавить вот эту мышцу. Так, что еще тут у нас может произойти? Так, вот здесь вот уже скула у него должна приподнято быть. Вот так. Почему-то очень широкая у него эта штука. Так. И немножко, что у него там получается здесь. Как бы накид, да? Чуть-чуть добавим. О. Так. Опять же глаз без клей. Видите, что нужно вот эту часть еще подрезать. Просто я натягивал. И глаз лучше, чтобы уходил прям туда, в глубину. Тогда это будет более нормально смотреться и по оттенку. Так. Что теперь по губам? Так. Верхний кант опять же дорабатываем. Бока и здесь тоже чуть-чуть массой поднакидаем. Ширтом выглаживаем. Делаем поменьше. Вот это значит капельный канал. Или как он называется, да? Под носом, да? Округляем все это дело. Теперь сделаем ноздри. Альт. Левая кнопка мыши. Все это дело значит побольше. Опять же туда уходим. Опять же под углами. Ноздри у них, у негров. Афроамериканцев значит большие. Там жарко, им дышать надо, да? И вот эти вот западки теперь припускаем. Делаем надрезы. Вот, выглаживаем шифтом. И добавим теперь массы. Так, смотрим теперь на ноздри. Ноздри тоже делаем побольше. Шифтом выглаживаем. Так. Платаном чуть-чуть, значит, от носа чуть-чуть сделаем потомцы. Вот так вот. Тут чуть-чуть побольше вверху. Ну, в принципе, что? Корректировка каких-то частей. Где-то что-то выглаживаем. Так. И, наверное, еще с головой я вот здесь чуть-чуть вот этот краешек округлю. Ну, и затылок тоже. Так. 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 Ну, не затылок. Так. Так. так ну вот где-то такой получается персонаж еще что можно сделать мать и так вот она ли есть у него полоска давайте мы до рта проведем так вот раз вот она видите вот такая штука теперь переключимся на клей и вот это теперь когда полоска проведена все это дело аккуратненько сгладим тогда должна получится вот этот тогда должен получиться видео как переход вот так теперь еще что побольше добавим подбородка так подвеска значит нижней части вот этой вот здесь вот идет где значит челюсть там твердые части а здесь вот если вы попробуете под подбородком здесь у вас идет такая вот значит мягкое здесь мясо да такое вот она тоже выпирает чуть-чуть так так и нижнюю кромку тоже отбиваем здесь вот должна быть ровная вот эта часть потому что здесь кость можно но здесь чуть-чуть мягких эти мясо добавить да так это тоже понятно наверно да вот он вам эко все остальное теперь по по доработке по рефам так по ноздрям ноздри чуть-чуть тоже раздуем поднимем так тут нормально нормально здесь чуть-чуть значит можно опустить мелкие ткани но большая часть значит тут мимики которая будет происходить это уже будет значит добавляться ригом костями тогда будет более уже это дело значит понятно чуть-чуть еще челюсть у него подальше все таки дитя так по носу по моему еще можно вдавить здесь чуть-чуть еще надуть так ну как все теперь черно работаем ухо и пойдем значит попробуем покрасить посмотрим что у нас получится так отделяем мягкую часть эту полоску отделяем делаем прорези углубляем ухо теперь выбираем кисточку drive и значит и вязать это все дело без клэя прорабатываем так выпрямляем здесь углубляем делаем вот эту остроту здесь вот здесь поднимаем ну и можно опять же вот этим платы нам дай оп это он слишком лопоухой получается да хотя он и есть лопоухой вот так ну и добавим теперь склеем немножко значит здесь массы как здесь все кисточки рисуют хорошо кто бы знала прям ведешь и она прям радостно такая всяк выписывает винты без напрягов и еще раз делаю рекламу этой программе если кто-то пробовал напишите свое мнение так вот такой получился значит это теперь давайте наложим на него какую-нибудь картинку вот желательно вот эту чуть-чуть подкорректируем мы посмотрим что получится ну кстати по волосу здесь вообще по простому как баранье да такая завитушками давайте делаем экспорт на рабочий стол пока ну и второй раз сохранил это два погнали так кстати болванку можно взять вот здесь вот она это болванка забрать заболванки если кто-то спрашивал то вот здесь этих болванок вот они аж вон сколько видов только здесь в перспективе я пользуюсь без перспективы леплю себя вот в перспективе кого будете лепить вроде бы прикольно все модель у вас будет хорошая но когда вы отключите это будет у ёжиство так еще здесь можно значит брать так всякие вот делать значит тела как вам так вот позу делать да вот и потом это все дело пролепливать опускать тут голову там перекручивать добавлять ко многие вы давно не делал и так пока значит монтировался ролик я сейчас здесь вот все это дело 1 бросал чтоб не занимать вашего значит времени так через alt все это дело подберем чуть добавил значит вот эту нижнюю часть сейчас я еще чуть кисточкой мог значит давайте подрегулируем чуть-чуть приподнимем так что у нас тут через alt переключаемся приподнимем нашу таки части значит шеи шея значит у него длинная худая тут чуть-чуть можно приподнять заднюю часть вот эту можно еще потом же сделать но все-таки шея детская дн наплыв можно сделать еще значит под подбородок так ну вот такой получился значит пацан теперь shift z смотрим насколько он значит попал вот тогда так еще чуть побольше можно сделать под скулу подвести глаза поймать и вот с одной стороны видите все это дело покрасил вроде бы попал и по подбородку и по бровям единство что от референции у него не очень да такие что вот можно подкрутить тут рев подогнать но я думаю что похож давайте это все от скриншотим будет на главной стоять на картинке так теперь что нужно волос добавить левая кнопка мыши так z чуть выправим чуть увидел в бок давайте вот так вот прибавим цветности и значит что у него черная кучерялась такая да так 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 значит shift z уберем глаз и выберем значит нашу вот эту голову через альт можно выбирать чуть-чуть тут тоже подкорректируем тут видите есть чуть-чуть еще над чем поработать так теперь давайте сделаем всему этому значит так симметрия стоит замаскируем это значит control поставим чуть кисточку побольше и давайте все это дело замажем так control альт чуть-чуть выровним так ну вроде бы нормально потом тут подкорректируем это не проблема так теперь значит делаем что у нас экстракт ацет это появился новый soft tool control левая кнопка мыши снимаем маску добавляем геометрии добавляем дай нам с все это дело где-то выглаживаем так сейчас нужно поставить себе взят как тут короткие у него баки так и взят и значит здесь вот в эту сторону здесь подъем так ну как-то так-то так и что у него у него теперь z здесь баранка такая да как бы это все дело сделать а ну-ка давайте посмотрим кисточку стандарт и что нам поможет сделать нормальную какую-то барашку вот так вот выберем значит альфу как не альфу это что нас сердей и значит поставим зад зайдем в браш найдем автомаскин включим бак весь маск чтобы снизу не выдавливал полигон и дэм теперь драк так control д control д добавим полигонов получится что-то на так вот эту на альфу тут поставим а ну-ка так просто пока у так все накидываем сейчас разберемся тут можно будет вытянуть так а ну-ка что у нас получается так пробуем теперь значит но в топологи shift z и значит вот эти части округляем а эти значит можно сделать еще попышнее да значит тут тоже попышнее тут сзади тоже прическа где-то у него квадратная гнездовая такая должна быть так низ у него тогда подстрижен должен быть ну а где-то чуть это дело значит еще больше вперед и 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 так ну что-то в этом духе так же взят что у него еще барашки даем так барашки по бокам давайте попробуем добавить дать и кисточка стандарт аккуратненько так попробуем под накидать так теперь он как control shift отрежем так дивайды мешает дивайды долой обрежем мофта положи выберем на чешей по голове походу где-то так по голове походу где-то так вот теперь что тут где-то чуть припустить опять же так вот и 走了 я ну как он похож не похож вот такой значит персонаж давайте разберемся теперь как подготовить наш персонаж значит под анимацию значит подриг сейчас значит файл с и это дело все сохраню теперь выбираем нашего персонажа и смотрите что делаем нам нужно назначить одну полигруппу control так сначала маску снимем control w назначаем одну полигруппу и нужно вот этот рот смотрим сейчас потихоньку это дело все замаскировать вот так чтобы снизу челюсть была и вот эти очки желательно не трогать так ну здесь чуть-чуть так здесь побольше чуть-чуть взять так вот так как-то и назначаем значит еще одну полигруппу control w чтобы у нас получилось control shift вот такая штука вот увидели теперь делаем дубликат наши модели на одном дубликате выбираем нижнюю челюсть геометри модифита положить дел хидан тактие на другом выбираем голову геометри модифита по так пардонки дел хидан все все у нас отделена теперь нам что нужно сделать открыть это все дело почему потому что когда будет делаться значит склейка это будет у нас склеена дам так альт левая кнопка мыши подводим к нашему рту control z нам нужно двигать именно нижнюю челюсть так открываем получается вот такой у нас зазор и теперь с помощью мофта положим мы должны все это дело увести желательно теперь тянуть нижнюю камеру верхнюю конечно вот эту часть чтобы она зашла нам на эту часть так видите да так вот эту челюсть желательно наверно еще припустить низ смотрите чтобы тоже зашел в нашу машут в этот почему потому что при склейке потом будет дырки вот они должны зайти чтобы полигоны были рядом смотрим со всех сторон выбираем нижнюю челюсть тоже подводим заводим мышь так 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 вот тут еще сбоку тоже смотрим можно даже выводить наверное верхнюю побольше как-то часть не бойтесь что-то там если у вас изменилось как тип лица да да там еще что-то все это при риге когда кости встанут все это у нас все нормально станет наладится все будет изумительно так смоем сбоку так желательно еще что не испортить значит вот этот как вы пролепили подбородок там еще что-то да что потом ну когда будем кости закрывать губы соединять чтобы у нас все было нормально так кисточка стандарт и тут теперь у нас будет что дайна мэш побольше делаем не бойтесь чтобы не развалился значит наш вот этот внешний вид нашего вот этого персонажа так теперь тоже дайна мэш делаем побольше ну а теперь нам нужно поработать с внутренними частями частями от этого персонажа это делаем кисточку клей билдап лучше брать теперь браш находим автомаскинг включаем бакфейс маск для того чтобы другие полигоны не вытягивая на себя кисточка теперь alt левая кнопка мыши и погнали 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 все это дело углублять пролеплю значит небо пролеплю щеки если он щеки будет надувать туда чуть уводим хотя это не столь важно короче тут ничего такого серьезного нет просто нужно сделать выемку под зубы чтобы мы могли потом сюда зубы вставить язык ну чтобы персонаж был живой даем не бойтесь делать вот эту выемку прям подальше поглубже побольше неба но не делайте тонкими стенки пусака будет делаться про часу делать дайна мэш чтобы у нас не появились вот здесь вот снаружи дырки это дырки появляются когда задняя стенка близко подходит значит к верхней так теперь нужно это все дело значит покрасить делаем rgb выбираем какой цвет ну давайте этот же да побольше интенсивность все равно в рот никто заглядывать не будет шифтом все это дело можно выгладить ну сетка выгладится потом когда будем сейчас сделать за рмс все это дело выравниться так опять же не забываем чтобы у нас вот верхняя губа вот это да чтобы она была мягенькая значит такая пролепленная если где-то что-то не так как тут c выбираем если что-то не так то лучше ее пролепить выбираем кисточку допустим клэй билдап так же и вот здесь вот уже начинаем ее долепливать чтобы она похожа была прям на нормальные губы где-то вот больше надуваем даем ей толщину ну я думаю на губу похожа так теперь можно еще вверху чуть-чуть добавить у афроамериканцев губы значит они большие толстые так теперь значит c еще немножко это дело подкрасим но в принципе норм да так теперь включаем нижнюю вот эту челюсть как не пойму я что с ней не так что тут включилась а ну-ка ничего мы сейчас перекрасим так теперь что-то она черная это черная но видите что изменение значит идут до так c выглаживаем вот это с и линию срезки и добавляем пролепли пролепимая да вот чтобы она во внутрь как бы ушла теперь сделаем дай нам и чтобы все это дело склеилась чтобы у нас не было вот это вот гадкого перехода можно губу чуть-чуть еще надуть перелепить но это уже не столь важно так чтобы прям катастрофичного добавляем какой-то объем все здесь теперь выглаживаем все у нас получается этот кант мы тоже можем подгладить да так давайте чуть-чуть вот тут можно немножко нижнюю челюсть чисто вот чтобы губа была тонкая все это дело делаем теперь знать что убираем какой цвет кисточку стандарт все это дело красим смоем что у нас получается тут c выглаживаем края ведь они драны желательно на них сюда тогда наложить чуть-чуть массы внутри когда полигоны склеятся и дырок уже точно не будет так здесь можно еще немножко наверно а ну-ка как мофта положи кисточку побольше чуть-чуть разведем так и вот эту часть наверное вот эту часть лучше растянуть побольше чуть-чуть подкорректировать но это можно и в блендер будет сделать так здесь тоже раз он рот закрывает у него должны быть как бы натяжки туда так а ну-ка теперь нужно это все аккуратненько совместить и сейчас еще придется на немножко пролепить делаем merge down объединяем эти две модели ok и делаем control левая кнопка мыши дай на мэш так теперь все это смотрите у нас появился склейка появилась и тип это все нужно шифтом все аккуратненько потому что это если вы не вы гладите то это на нормал мап так и останется вот эта вся полоса останется на нормал мап как через видите она чуть-чуть покрашена это правильно но свет у нее к и конечно очень отделяется дам теперь нужно кисточку стандарт и поменьше вот эту давайте перекрашивать что-то мне не нравится какая-то она неживая так c тоже немножко оттенка добавим конечно так c нижней губе тоже сделаем красный цвет шифтом выгладим мофта положим можно немножко тут уже корректировать допустим где-то что-то в мять так здесь рот теперь можно немножко уменьшить вот мы его потом в блендер наладим как нам надо так что у нас тут по губе по нижней до вот тогда нужно цель перекрасить так есть такое дело подбородок что у нас тут в принципе все нормально так ну вот теперь работать отдельно нужно сделать глаза давайте сделаем глаза ему отдельно посмотрим как это все заиграет а потом это все когда рот закроется мы чуть-чуть где-то растянем где-то поднадуем чтобы он стал но идеально похож да это уже при ригинге так теперь добавляем что у нас а потом добавляем значит у нас идет сфера ставим цвет белый потому что цвет был выбран на другой ставим моф транспоз когда долго говорю начинает голос хрипеть это может быть не есть гуд так и вот теперь нам нужно подогнать глаз нашему персонажу завести его так чтобы значит он заполнил всю нашу вот эту штуку вот так вот теперь делаем прозрачность смотрим видите где глаз ну давайте чуть-чуть опустим пониже потому что при анимации в принципе без разницы где он там будет нам нужен зрачок так есть такое дело делаем делаем теперь какую штукенцию дай на мэш его делаем чтобы у нас лучше рисовал согласие взят находим нашего вот этого персонажа так смоем подгадываем глаз его полностью ну потом мы это дело еще подкорректируем значит z отключаем глаз ну и рисуем так побольше интенсивности так теперь значит нужно все это дело откорректировать через shift отключаем наш глаз наши ненужные софтулы теперь control маску включаем находим кружок маску натягиваем через пробел на наш зрачок и теперь c выбираем нам нужный цвет вот этот который зрачок выбраны и все это дело закрашиваем так немножко наверное белого цвета все-таки добавим интенсивности поменьше прям вот такая штука получается снимаем маску и теперь так наверно control z control и сделаем вот такую штуку выберем теперь черный цвет и наверно перерисуем все это дело чтобы он стал четче ну здесь мы можем уже не бояться тут у нас вот эти канты есть так теперь что можно теперь сделать да интересно как то тут зрачок сделанный ну круглые делайте круглый нет так теперь белый цвет выбираем центр находим тоже делаем уменьшаем нашу вот эту штуку опа control z пардонте переключаемся на нормальную рисовалку кисточку чуть чуть побольше так а ну-ка control снимаем маску ну и делаем что теперь делаем дубликат так а ну-ка делаем давайте мир так мира так ну и думаю давайте вот наверно брови тоже сделаем черные перекрасим ну потому что глаза черные так c альт левая кнопка мыши да планшетом бы конечно было лучше ну и тогда волос тоже нам тогда зеленоватые какие-то оттенки не понадобятся а ну-ка так здесь у него еще как бы такая полоса должна уходить так теперь c нажимаем на наш волос так а ну-ка вот здесь не докрашено интенсивность поменьше и все это дело сглаживаем чтобы не было ровных таких прям прямых значит переходов да ну как то так то чуть-чуть разбавляем белым цветом так теперь выберем брови и чуть-чуть значит мы их наверное control маской пройдемся так control а где-то делаем поровнее там не проблема делаем control и и попробуем тут тоже значит чуть-чуть так control z сначала давайте c черному все это дело замажем так теперь c выберем с волос цвет сделаем интенсивность прям шиздец как поменьше о чуть-чуть и значит ослабим так control z о и теперь перекрасим вот эти тонкими сделаем нижней части так побольше теперь цветность оп потоньше покрасивейшие о так 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 ну все тут теперь можно значит какие-то тени тона наносить так же z ну да лоб не увидите что небольшой все идет округло а ну-ка мофт опологи если что-то неправильно значит натянут одни так control z неправильно что-то добавлено то будет конечно меняться вид так что ты не переключайся больше отведем кант ну вот персонаж готов значит добавлению зубов рта значит что еще ну и добавление костей так еще по вопросу как сделать значит развертку да все это нужно склеить в принципе давайте в этом ролике не буду объяснять а кину ссылку где это в ролике уже делал так еще что значит ликбокс вот эти где добавить достать вот такие болванки можно скачать у меня в группе или вот добро здесь вот zbrush вот одна болванка это уже взрослая женщина тут есть и есть вот такие болванки вот они которыми обрубовками я пользуюсь причем давно еще версии 4 r7 я брал эту болванку также можно брать болванки вот они для тел это уже отдельная значит тема ролика это уже я снимал кину тоже ссылку на этот ролик в описании если кому интересно посмотрите тут же есть кисть руки какие то вот сценки можно тут собирать все это дело риггингом работает так вот эта модель будет значит в группе vk для скачивания вот будет два файла все всем пока до свидания